Здравствуйте! Вы смотрите программу «Жили-были на Дону». Мы рассказываем о жизни простых людей и о непростых жизненных ситуациях, в которых может оказаться любой из нас. Первый летний месяц простился с нами так, что вспоминать его уход в Донская земля будет еще ой, как долго. Поздним вечером, 30 июня, на Ростов обрушился мощнейший ливень. Затопил центр города. Привокзальная площадь и Буденновский проспект превратились в озеро. Пострадали 9 человек. 14-летняя девочка погибла. МЧС зафиксировало 14 порывов линии электропередач. Без света оставались 85 объектов. За час, когда шел дождь, случилось 38 ДТП. Повреждения получили десятки автомобилей. Вода смывала их и буквально ставила один на один. Шквалистый ветер повалил два десятка деревьев. Подтопило десятки домовладений. В любом случае нужно сделать все. Во-первых, проинформировать людей, как мы говорим, о возможных, снова же, дождях, грозах по территории всей области. Так как, по информации, на сегодняшнее утро достаточно большой фронт прошел. Практически до северо-востока, туда до Борозовского района, до Тацинского района. И везде должны быть службы в состоянии готовности, если это необходимо. Поэтому нужно людям точную информацию, максимально точную давать и желать на свое время. В процессе всей этой работы мы подняли все свои службы ЖКХ. Сначала центральных районов, а потом всех остальных. У нас тоже работало 79 экипажей, которые занимались расчисткой, вывозом. И на 6 утра, я лично объезжал в город, на 6 утра уже где-то грязь была, где-то песок, где-то плитку выбито, где-то деревья лежали на газонах. Но дороги мы все расчистили для того, чтобы горожане могли двигаться. К утру следующего дня последствия потопа в большинстве своем ликвидировали. С привокзальной площади откачали 4,5 тысячи кубометров воды. 150 кубов на Буденовском. От затопления особенно пострадала привокзальная площадь, но движение поездов не прерывалось. О том, как погибла 14-летняя девочка, рассказал городоначальник. Она была в гостях, позвонила родителям и сказала, что идет домой. Те попросили ее на улицу не выходить, но она попросила ее встретить. Когда девочка переходила улицу, поток воды унес ее под стоящую машину, и она захлебнулась. Принято решение выплатить семье погибшей полмиллиона рублей, а пострадавшим по 200 тысяч. На улице 1-я Краснодарская в городе Ростове-на-Дону в результате непогоды произошел обрыв линии электропередач. Проходивший мимо подросток получил удар электрическим током. Он госпитализирован в медицинское учреждение, где ему в настоящее время оказывают необходимую помощь. Мы приняли решение на комиссии ЧАЭС. В семье погибших мы выплатим 500 тысяч. Пострадавшим, обратившимся и находящимся в больнице мы выплатим по 200 тысяч. Все остальные вопросы материальной помощи, психологической помощи будем оказывать по времени и по месту обращения людей. Ночной ливень полностью затопил несколько улиц Батайска. Особенно пострадали жильцы домов по улицам Куйбышева, Ковалевского, Дзержинского и Ворошилова. Вода стояла не только во дворах, но и в домах. Детей во втором часу ночи увозили. Одному три месяца, а другой год и одиннадцать. Детей вывозили. Машина была по короба полная. Еле выехали со двора. По словам жильцов из затопленных домов по улице Куйбышева, в этом году это уже четвертый подобный потоп. Пострадавшим от прошлых ливней власти обещали компенсацию. Но дальше слов дело пока не пошло. Строиться не дали, деньги не дали. Дом рухнул. Теперь жду, пока вот этот рухнет. Со всего Батайска стекает вода. И не проходит, и мы тонем все время. Как сообщается на сайте администрации Батайска, в тот день поступило около 200 заявок на откачку воды. В переулке Братском в доме 39 жили-были дружные соседи. Пять семей, двадцать человек, всю жизнь бок о бок. Дом только вот был старый. Даже аварийным его признавали. Но дом стоял. Пока не пролил этот самый июньский ливень. Обрушились несколько стен. Испорчена вся мебель, бытовая техника и одежда. Пострадал даже автомобиль одного из жильцов. Его смыло водой, подбрасывая на двухпетровую высоту. Пострадавших среди жильцов нет. Представители власти составили акты и оценили стоимость испорченного имущества. Вот наводнение, вот результат. Окно выбитое. Даже стена кирпичная, посмотрите, что случилось. Ее снесло такой напор давления. С кухни все, что сюда уплыло под давлением, что выплыло наружу. Жильцы двух квартир сразу же собрались переезжать в маневренный фонд. Всю ночь расчищали квартиры и двор. Сотрудники полиции дежурили до утра, ведь имущество местных жителей оставалось на улице. Две семьи из пяти отказались ехать во временное жилье. Люди боятся, что вопрос с новым жильем после этого решаться уже не будет. На проспекте Стачки устраняют последствия оползня. Здесь создают новую насыпь из комбинированного грунта, чтобы предотвратить размывание в будущем. Работа осложнялась с чем? Здесь находится масса коммуникаций и связных, и электриков, и газовиков. В основном это, к сожалению, не механизированные работы, а в связи с наличием коммуникации это ручная работа. У дома в переулке Братском обрушилась стена. Квартиры полностью затопило. Жильцы продолжают разбирать завалы, мыть мебель и спасать остатки личных вещей. Людей должны были на время расселить в общежитие, но две из пяти семей ехать во временное жилье отказались. Опасаются, что вопрос с новым после этого не решится. Каждый год топит полтора-два метра воды постоянно. Но в 2016 году полностью потолок в каждой квартире. И мужество все испорчено. Что мы наживали за 30 лет в этой квартире, ничего живого нет, все испорчено. Сергей Горбань пообещал пострадавшим материальную помощь и новое жилье. Мы подумаем, как помочь сегодня материальным, из небюджета, людям, которые пострадали. Я имею в виду пять семей. За конца дня их переселим. И я в понедельник подпишу распоряжение. Мы оценим ущерб, который надо, тоже мы окажем из бюджета помощь. Продолжается ремонт провала, ливневой канализации и восстановление пешеходной зоны на Буденовском. Решение всех вопросов, связанных с последствиями стихии, на личном контроле градоначальника. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Звоните нам по бесплатному телефону 8 800 500 ровно 8642. Все ваши звонки фиксируются. Спасибо, что доверяете нам. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова